В первом квартале этого года доля экспорта в России для пищевой промышленности составила почти 20%. По итогам первых пяти месяцев года «Восточный сосед» находится на первом месте среди рынков сельскохозяйственной пищевой отрасли для Эстонии. В денежном отношении в прошлом году это означало почти 240 миллионов евро. Российские санкции более всего влияют на рыбную и молочную отрасль. Проблемы в молочном производстве бывали раньше, но такой общей неуверенности на рынках еще не было. Рынок – очень грубкое дело, очень-очень грубкое дело. Очень мало надо, чтобы равновесие ушло. И мы боялись, что эта равновесие уйдет. И мы думали, что это может быть через 2-3-4 недели, но это было уже через 3-4-5 дней. И сегодня явно видно, что цены на молоко для уторяна будут резко бадать, сильно резко бадать. И в этом смысле, это, что мы боялись, это уже практически все сестрелось. Эстонская молочная промышленность является очень передовой отраслью. Новые технологии, например, роботы пришли и на фермы. За этим стоят 20 лет работы и существенные инвестиции. Но, как выяснилось, в государстве нет программы кризисных мер. Пока перерабатывающие комбинаты покупают молоко почти в прежних объемах. Но закупоченные цены в Европе падают. Компенсации, которые можно получить из европейских средств, пока незначительны. Прямые дотации государство отменило. Главный партнер для нас Литва, и многое зависит от того, как там справиться с проблемами. В рыбной отрасли иная ситуация. Более половины продукции идет на экспорт, но есть и уязвимый сектор. У нас квот на кильку и салаку ловит в год 56 тысяч тонн. Из них Россия употребляет где-то 35-40 тысяч тонн. Это сырье для русских консервных заводов, которые делят рыбные консервы. Нет, потеряем оба стороны. Мы потеряем, и они потеряются. К сожалению, это самый большой сектор, и там работают самые большие беды. Рыбные предприятия давно искали новые рынки. Даже продали около 500 тонн замороженной кильки в Намибии и Мозамбик. Но африканские страны отличаются политической нестабильностью, связанными с этим экономическими проблемами. Государство могло бы стать гарантом этих рисков. Чиновники призывают, правда, по возможности, предпочесть эстонское. Готовится даже новая рекламная кампания. Ведь если каждый эстоноземелец в день выпьет дополнительный стакан молока, то поднимет потребление на 10%. Но, как ни странно, рыбу у нас едят по европейским масштабам очень мало, и внутренний рынок рыбную отрасль не спасет. Встреча министров сельского хозяйства ЕС может состояться в первой неделе сентября. Евросоюз смог выработать глобальные финансовые решения в очень короткие сроки. Остается надеяться, что новый кризис будет так же преодоленный, молоко не придется просто вылить. Владимир Михалков, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова